Если бы Дональд Трамп на данный момент был президентом Америки, то он бы прекратил войну за 24 часа, как он говорил, таким путем, что сдал бы Украину Владимиру Путину. И Владимир Путин на данный момент сидел бы в городе Киеве и присматривался бы к Польше. Такие слова и такое заявление сделала Камала Харрис на дебатах между Дональдом Трампом и собой. И, друзья, если вы не смотрели эти дебаты и не знаете ничего о них, я расскажу вам пару интересных фактов про Камалу Харрис и про Дональда Трампа. Но я больше вам расскажу про реальную ситуацию за пределами этих дебатов. А пока, друзья, используйте эту паузу, эту возможность и подписывайтесь на наш YouTube-канал, потому что это украинский YouTube-канал. Это раз. Поддерживайте своих, потому что это украино-армянское интернет-видение КАП-ЮАЭМ. Подпишитесь, поставьте лайк, тогда еще плюс 10 человек увидит это видео. Напишите комментарий и поделитесь обязательно этим видео. Итак, друзья, поехали, газуем. Значит, 63% примерно поддержала Камалу Харрис и считают, что Камала Харрис победила в этих дебатах, а 37% Трампа. Ну, я вам скажу, что результаты неудивительные, потому что Камала Харрис это в неком смысле свежее дыхание. И, как я уже говорил вам, было много белых президентов, потом неожиданно получился Барак Обама в духе нового времени. Но, по всей видимости, пришло время, чтобы в Соединенных Штатах Америки президентом стала женщина. Экзотическая, интересная, юрист по образованию и так далее. С большими достижениями, с одной стороны, но про нее говорят разные. Поехали дальше, друзья. Значит, 63% против 37%. И вы, конечно, эти дебаты были очень эмоциональны. И интересные моменты заключаются вот в чем, друзья. Когда Камала Харрис обвиняет и Дональда Трампа в том, что если он будет президентом Соединенных Штатов, то в результате он сдаст Украину. В этом, безусловно, есть правда, потому что на прямой вопрос Дональд Трамп не отвечает ведущему, когда тот его спрашивает. Считаете ли вы, что вы в интересах Соединенных Штатов победа Украины? На что Дональд Трамп уклоняется и говорит о том, что в интересах Америки прекратить эту войну, в которой погибают и погибнут миллионы людей. И не случайно Дональд Трамп отвечает таким образом ведущему. И не случайно он транслирует такую позицию. И ничего в ней миротворческого нету по одной простой причине. Сейчас я объясню почему. Во-первых, кто не в курсе, Дональд Трамп давно уже на крючке у Кремля и непосредственно к Владимиру Путина. Вы знаете, наверное, что Владимир Путин, как настоящий чекист, как настоящий КГБшник, собирает данные, компроматы и все это складируется в папочки. И на Дональда Трампа есть большая папочка Владимира Путина в Кремле, безусловно. И там есть два таких интересных, условно говоря, состава преступления. Первое – это то, что Дональд Трамп получил большое количество денег, инвестиций из России и лично от президента Путина через его друзей и так далее. Но по договоренности с Путиным – это первое. Второе. А первое – это определенный компромат, связанный с конкурсом красоты. Кто не знает, но компания Дональда Трампа много-много лет проводила и проводит всемирный конкурс красоты. Всемирный. И, естественно, у Дональда Трампа разбегаются глаза от того количества красоток, которые со всего мира приезжают и участвуют в его конкурсе. И, в частности, его теперешняя супруга, она бывшая участница этого конкурса. Так вот, когда Дональд Трамп проводил эти конкурсы красоты в целом в Украине, в Украине, говорю, в России и так далее, он достаточно много шалил. С девочками, безусловно, шалил. Ну, мальчик взрослый шалил много с девочками. И также многих девочек поставлял известным политикам. Вы знаете, что этим грешил и итальянский Берлускони, который очень любил девочек. И там, вы знаете эти истории, по 10-25 тысяч долларов за ночь с подобными девушками легкого поведения, элитными, да, элитного уровня. То, что считается в этом мире, в этом грязном, к сожалению, мире, мире секса. Не секса, в мире это по-другому. Короче, так вот, на Дональда Трампа есть два основных компромата. Возможно, есть еще, я просто этого не знаю. Но первое, это то, что касается непосредственно девочек и то, кому, кого он поставлял. И есть, естественно, если обнародовать эти факты, что кроме Дональда Трампа потонут большое количество, безусловно, политиков. И второе, это то, что Дональду Трампу в результате Путин выделил большое количество инвестиций, большое количество долларов. Так что Дональд Трамп на крючке у Путина и очень, безусловно, боится этого обнародования. Именно поэтому он себя так ведет. И именно поэтому президент Путин и непосредственно российский народ так сильно радовались, что Трамп наш, то бишь их, когда он в результате победил в тех выборах и был президентом. Друзья, то, что касается Камала Харрис, про нее хочу сказать тот факт, что я уже об этом говорил, но перед этим расскажу предысторию. На этих дебатах, после того, как Камала Харрис обратилась к Трампу, что он на эти выборы идет не против Джо Байдена, а против нее, хотя мне странно, когда претендент президента США говорит такое, вы идете для американского народа сделать свою страну более счастливой, процветающей, а не против друг друга. Но в данном случае, знаете, такое противостояние жесткое, что впереди мы еще увидим много чего. Впереди будет жесткое противостояние на уровне чуть ли не гражданской войны, увидите. Но сейчас не об этом. И вот Камала Харрис в результате говорит Джо Байдену о том, что и вообще-то, когда она говорит о том, что если бы были президентом и за 24 часа вы бы закончили войну, таким путем, что сдали бы Украину Путину, и в результате Путин бы сегодня находился бы в Киеве и уже присматривался бы к Польше, к соседней стране. Ну и, соответственно, к Прибалтике там и так далее. И не сильно бы присматривался, а, конечно, бы пытался уже захватывать. И дальше Камала Харрис резко переходит и говорит, и вообще-то, вообще-то, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения я встречалась с президентом Зеленским. Я встречалась с президентом Зеленским и предупреждала его о нападении Путина на Украину. Но Камала Харрис, как всегда, не договаривает вторую часть. И кто бы мог подумать, друзья, что сегодня потенциальные американские президенты прикрываются Украиной и используют ее, хвалятся, кто общался с президентом Зеленским, кто нет, и, в общем, приводят это в пример. Но в реальности, друзья, я уже рассказывал, еще раз скажу, это было так. За несколько дней до полномасштабного вторжения президент Зеленский был в Америке, и действительно Камала Харрис разговаривала с ним и сказала, что в ближайшие дни президент России Путин и его войска нападут на Украину. На что президент Зеленский сказал, ну, может быть, тогда вам стоит, вам, американцам, президенту вашему и вам, вице-президенту Камале Харрис, да, говорит он? Может быть, вам стоит тогда ввести превентивные санкции против Путина, против Российской Федерации? На что Камала Харрис ответил, что мы этого сделать не можем. Пока нет преступления, соответственно, мы не можем вводить санкции. Ну вот, таким вот образом никак они не отреагировали, но сегодня вы видите имя украинского президента и Украину в целом Камала Харрис использует. Это типичная политика Соединенных Штатов, несмотря на то, что Соединенные Штаты вроде как партнеры Украины, но тем не менее, все равно они делают то, что выгодно им. И количество поставок, безусловно, недостаточно. Они должны это делать бесперебойно по одной простой причине, что они являются подписантами Будапештского меморандума. Я об этом говорил очень и очень много. Именно поэтому, так как подписанты Будапештского меморандума не выполняют на все 100% свои обязательства, Украине необходимо восстановить ядерное оружие. Я говорил уже про эту ситуацию как с Израилем, когда Голда Мейер сказала, что у нас у Израиля нету ядерного оружия, но если необходимо будет, мы ударим ядерным оружием. И специалисты, я это уже говорил много раз, специалисты говорят о том, что учитывая то оборудование, те технологии, которые остались в Украине, ядерное оружие, Украина способна сделать в течение примерно полугода, плюс-минус. Ну, естественно, в условиях реального времени, в условиях реальной ситуации, в ускоренном темпе. Я надеюсь, что президент Зеленский делает это уже и, возможно, уже даже сделал, но если бы сделал, мы бы об этом узнали, об этом пошли бы разговоры по-любому. Но я надеюсь, что наши это делают. Если не делают, то я обращаюсь к президенту Зеленскому для того, чтобы, несмотря на несогласие американцев, британцев и кого-либо еще, поступить так, как с Курской областью. Сделать, несмотря на противоречия с партнерами. Партнеры любят сильных. Нас будут поддерживать, если мы сами сильны. Поэтому обязательно необходимо восстановить ядерное оружие в Украине и иметь серьезный, накопить серьезный ядерный потенциал. У нас есть все для этого. И вот, друзья, дебаты Камала Харрис и Трампа заканчиваются следующими. Ну, не заканчиваются, а там есть очень интересный момент, когда Камала Харрис много смеялась. И, естественно, Дональд Трамп много раз был пойман на вранье. И хорошо, что у второго оппонента, когда говорил один, был отключен микрофон. Иначе бы там какой бардак был. Но я хочу вам сказать, что по Трампу видно, как сильно он боится женщину. Потому что что делать с Джо Байденом или что делать с другим демократом, мужчиной, он примерно понимал, примерно знал, да? Надо мочить, надо идти вперед. А здесь женщина. А как вы знаете, Дональд Трамп, он плохо относится к женщинам. И поэтому в данном случае для него это, конечно, такая агония, когда он смотрит на Камалу Харрис, встречаясь с ней на дебатах. И, кстати, команда Камала Харрис предложила следующие дебаты для Дональда Трампа. Где, естественно, они оба подготовятся лучше и будет еще интереснее. К сожалению, все это напоминает не выборы, все это напоминает цирк. И, как сказал один человек, если эти люди будут править Америкой, то Америку становится жалко по той причине, что... Во что превратились президенты, да? Президенты. Во что превратились президенты? Это касается большинства стран на самом деле. И вообще деградация в целом человеческая. И она заключается в том, что люди перестали верить в слово, перестали держать свое слово. И сегодня вместо слова справедливости и чести они используют выгоду. Используя выгоду, ты попадаешь автоматически в мир дьявола. И становишься автоматически слугой дьявола. Поэтому ту помощь, которую сегодня кто-то кому-то делает исключительно с точки зрения выгоды, этот мир, конечно, обречен. Но я хочу еще раз всем напомнить, что мы все с вами дети Бога. И я хочу вам напомнить и сказать такой факт, если вы этого не знаете. Что эта планета Земля до сих пор на себе держит человечество, пока еще. Именно потому, что определенная категория людей, определенный процент людей каждый Божий день молятся и медитируют. И благодаря этим молитвам, благодаря этой связи с Богом, и благодаря этим молитвам, благодаря этим медитациям, и этим постоянным мантрам, этому постоянному состоянию обращения к Богу, именно благодаря этим людям, пока еще планета Земля не уничтожила человечество как бесперспективное. Но я хочу также вам напомнить пророчество. Пророчество говорится, что в течение одной жизни, одной человеческой жизни, если человечество не исправит эту ситуацию, то оно погибнет. Поэтому я желаю каждому счастья, благополучия. Я желаю каждому проснуться и быть осознанным, выполнять свои действия неосознанно, по доблести, по совести и по чести. И только так. И на сегодняшний день Украина защищает свою землю, свою честь и свое достоинство. И только так. И поэтому перемога только за нами, только за Украину. И я, как украинский армянин, хочу обратиться ко всем моим землякам-армянам и сказать, что перемога Украины – это также перемога Вермании. Победа Украины – это также победа Армении. Против этого варвара, этого нелюдя, этого слуги дьявола. Не только Путина, но и две трети российского народа, которые поддерживали изначально это нападение на Украину. Будь мы орач, друзья. Орачи только орач. И капи меч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова